Здравствуйте, друзья! Меня зовут Артик, и я рассказываю о том, как быстро, легко и правильно ремонтировать автомобили. Сегодня у нас в работе Audi A4 2005 года выпуска. Производить на данном автомобиле будем замену задних тормозных дисков и колодок. Работа, сама процедура, относительно простая, но все равно требующая знания некоторых моментов и нюансов. Как всегда, все будет подробно, понятно, рассказано и описано в данном видеоролике. Если видео понравится, не забудьте нажать лайк, тем более, если оно вам чем-то поможет. Подписывайтесь на канал, все, кто еще не подписан. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новый видос. Также выкладывайте данный ролик в социальной сети, рассказывайте о моем канале друзьям. Погнали к разборке. Для примера в видео мы будем рассматривать заднюю левую сторону. Видно, что поверхность прилегания у нас сантиметр наружный не работает. То есть такая ситуация изнутри. Но вот именно с левой стороны еще более-менее. А вот у нас диск уже замененный справа был. Видно, здесь побольше, а изнутри суппорт практически не работал. Поэтому диски меняем. Хотя по толщине они еще неплохие. Но из-за поверхности прилегания на дисках необходимо произвести их замену. Что здесь, с чего начинаем? Ну, естественно, нам необходимо снять суппорт. Я обычно предпочитаю снимать сразу трос ручника в данной конструкции. Потому что трос у нас идет снизу, шланг сверху. Когда мы просто суппорт снимаем, отводим в сторону, нам ни вверх, ни вниз не дает. То есть вверх не дает трос. Суппорт уйти вниз, шланг. И это потом и вдавливать неудобно, и чистить поверхность прилегания на скобе тоже неудобно. Поэтому я предпочитаю обычно снимать трос привода стояночного тормоза. Здесь закладываем отверточку. Флажок нажимаем. Второй отверточкой бабушку на краю троса ее выводим. После достаем стопор. Он здесь просто достается именно в сторону. И выводим из посадочного троса. Откручиваем два болта направляющих. Подголовку на 13, направляющие сами держим ключом 15. И снимаем суппорт. Погнали пока эти процедуры выполнять. Ну вот такого вида стопор, как бы пластинка. Сверху такая вот пружинная скоба, просто контрящая. Суппорт сняли с посадочного. Теперь следующее, что мы сделаем. Теперь мы почистим поверхность прилегания на скобе, именно обычным напильничком. Выровняем ее. И вдавим поршенек на суппорте. Поршенек вдавливается и вкручивается одновременно при помощи приспособы. Для облегчения вращения и чтобы пыльничек не закусывало во время самого процесса, мы сейчас пыльничек приподнимем, чуть-чуть силикон спреем, туда брызнем, чтобы это все аккуратненько у нас скользило. Продолжение следует... С суппортом закончили, подготовили поверхность прилегания, поршенек вдавили. Суппорт убираем в сторону, он нам сейчас не нужен. Тормозной диск у нас не прикручен. Именно данный, нет даже отверстия под болтик стоперный. И что сказать, здесь доставаться он должен вполне свободно, чуть-чуть может упираться, но уже доставаться должен без снятия скобы. Сейчас попробуем, почему может чуть-чуть упираться, потому что изнутри нагар, что на ступице, что на диске. Посмотрим, что у нас получится. Ну, видно, без проблем снялся, а вот новые уже могут возникнуть проблемы. Новые, потому что уже чуть-чуть потолще будет сама тормозная поверхность, то есть новая, она еще не изношенная, и могут возникнуть проблемы. Ну, посмотрим, что у нас, опять же говорю, что получится. Что делаем сейчас? Сейчас готовим поверхности посадочные на скобе, то есть чистим, удаляем нагар, и чистим саму поверхность прилегания на ступице. Причем поверхность прилегания и ступицу с торца, чтобы нам потом было удобно устанавливать диск. Причем вскрывается с торцем mesmo. А как так memeちょилиcoin тормознаяся. Сколько процентов прилегания призываются в мой взгляд тут circu-трамый том, Скобу почистили, подготовили, поверхность прилегания на ступице также у нас выровнена, удалена окаленная ржавчина. Единственное, что еще сделаем, это прогоним резьбу на отверстии под крепление тормозного диска, потому что у нас новые тормозные диски идут в комплекте с болтиками. Здесь резьба стандартная М6 Шаг 1. Прогоняем резьбу. Теперь все у нас подготовлено к сборке. Сейчас перейдем, сравним запчасти и будем непосредственно их устанавливать на автомобиль. По запчастям у нас тормозные колодки Бош. Номерочек, кого интересует, надеюсь, видно. В комплекте у нас, естественно, идут сами колодки. Все у нас идентично по размеру. Болты новые идут. Четыре болта. Но два я уже, естественно, установил на другую сторону болты. Болты, ну и инструкция. Диски Брембо. Опять же, в дисках идет в комплекте болтики крепления тормозного диска и сам диск. Диск сравниваем по диаметру и по вылету. Все у нас замечательно. Сейчас перейдем к установке диска. Попробуем, посмотрим, установится ли он у нас, не снимая скобы суппорта. Ну что же, как и предполагал я, новый диск у нас не хочет устанавливаться, так как поверхность именно там, где ходят колодки, она толще изначально, новая. И не хватает чуть-чуть, буквально пару миллиметриков, чтобы... Даже не миллиметриков, полмиллиметра, наверное, чтобы прошло здесь мимо ступицы именно внутренняя часть тормозного диска. Что нам необходимо сделать? Необходимо отжать болты крепления скобы. В чем здесь проблема и загвоздка может быть? Сами болты у нас... Сами болтики у нас. Вот верхний я его уже отжал под шестигранник, восьмерочку. С верхним еще более-менее все. Обычно проблемы возникают с нижним. Нижний, нижний, нижний. Нижний даже отсюда не виден. Вот наш нижний болт. Вот. Также под шестигранник на восемь видно, что у нас здесь очень мало места. Для облегчения можно снять нижний болт, открутить амортизатор, амортизатор поднять и уже шестигранником подлезть к болту. Очень часто данные болты внутри шестигранник проворачиваются и приходится уже там наваривать гайки и откручивать. Поэтому я советую открутить именно амортизатор, кто вообще первый раз, второй занимается ремонтом. И все-таки через шестигранник отстучать в болт. Можно здесь постучать по самому кулаку. Я также опять же попробовал. У меня тут все сейчас крутится. Отжимаем болты. Можно их полностью не выкручивать. Буквально два витка, полтора, чтобы скоба чуть-чуть начала двигаться. И диск установится без проблем, я думаю. Тормозной диск установили. Сейчас подожмем его болтиком и зажимаем скобу, устанавливаем колодки и суппорт. Естественно, новые болтики, устанавливаем трос и все. Погнали к сборке. По кусочкам собираем за собой осколки жизни. Почему-то кто-то плачет, кто-то веселится. Мысли берем, бутаны и для чувств нет уже места. Так нечестно. Все галактики несчастья разбросало по вселенной. День за днем меняется, а верить в чудеса не вредно. Только те, кто в глубине души нашей крики, отражения брики. Завтра утром мир проснется от любви. Чувства упадут на землю от нашей мечты. Вроде ждут, кого-то греют. Я не верю. И не верится, что дальше ждет досадная случайность. Ведь кому-то хорошо, а кого-то просто душится. Весь тяжелее всего. Прости тебя, Бенду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова